Куда? Нормально. Вам нормально? У всех разная судьба. Где-то 80% неблагоприятно людям уезжать, 20% благоприятно. У всех по-разному. Но нет такого одного ответа. У всех по-разному. Я вам просто признаки могу рассказать. Если вы, допустим, хотите поехать в другую страну, вас жжет в сердце, вам быстрее надо убежать отсюда, ну быстрее, ну срочно. Это очень неблагоприятно. Это значит, что вы еще хуже, вам там будет. Если вы как бы решили переехать, и вам как бы можно переезжать, можно нет. Но там благоприятно все складывается, там есть работа, приглашают. Вы приехали, посмотрели, вроде там нормально все. Тогда можно переехать, как бы, и будет все хорошо. Если у вас в сердце все спокойно, если вас не тянет, не горит, не жжет, ничего, понимаете? То же самое, допустим, продавать дом или покупать дом. Если срочно, быстрее, хорошая покупка, все, иначе не успеют. Очень неблагоприятно. Что-нибудь будет засада какая-нибудь. А если спокойно, все нормально, спокойно, тогда все нормально. Окей, а для вас люблю, спасибо. Учитесь слушать свое сердце. Вот, допустим, замуж, быстрее, вот хороший человек, супер, все, неблагоприятно. А если спокойно, вот, хороший человек, спокойно общаемся, все нормально вроде. И не сильно хорошо, не сильно плохо, просто хороший человек. Все, это значит хорошо, хорошая жизнь будет. А если быстрее, быстрее, там горит все внутри, значит плохо, опасно. Повторяю вопрос. Вы как-то понимали, что 14-дневное голодание на воде влечено керемическим болезням. Зря я упомянул. Вы немножко об этом как-то хорошо сказали. Мои хорошие, не надо пользоваться такими постами. Два с половиной дня очищают все каналы, пост на воде. Больше не надо. Потому что все остальные посты, они предназначены для духовной жизни. И они предназначены для очень сильных людей, которые способны. Понимаете, чем больше человек не ест, тем больше у него чувства хотят кушать. И это накапливается, и потом человек с ума сходит. Может быть, срыв психический произойти. То есть, тело грубое, оно как бы нормально может вынести 14 дней. Но тонкое психическое тело, оно тоже питается. Понимаете, если человек его не кормит молитвой, природой, он не умеет этого делать. Тогда этот длительный пост выводит психику в такое состояние, что она может сломаться. И человек становится очень чувствительным потом всю жизнь. Поэтому лучше поститься не больше двух с половиной дней. Два с половиной дня это пост, который очищает, в принципе, и продлевает жизнь. С точки зрения долголетия больше не надо. Если говорить о других видах постов, то они есть, такие посты. Они предназначены для погружения в духовную реальность. И самый сильный, конечно, такой пост, это 40 дней, но это для святых людей. Понимаете? И туда лучше вообще не лезть. Вот я никогда туда не лез. Я больше трех дней никогда не постился, потому что я чувствовал, что там есть порог определенный, за которым ты должен так сильно питаться вот этой психической энергией уметь, что если ты это не делаешь, то у тебя психика начинает разрываться на части просто. То есть до трех дней только на воде можно? На воде, да, хорошо. Есть другие посты, можно и три дня спокойно насухо поститься, но, понимаете, как бы это до пять для сильных людей. То есть, ну, человек не должен думать, что вот ему все позволено. Вот, допустим, я когда два с половиной года назад начал бегать, я первый раз пробежал 500 метров. И я бежал очень медленно, как люди ходят. Понимаете, я больше не смог, хотя йогой занимался все время. То есть я понял, что я вот почти инвалид уже. То есть я не бегал, потому что мне кто-то сказал, что если ты бегаешь, часто дышишь, сокращаешь продолжительность жизни. Я поверил в это. А потом я узнал, что на самом деле это неправильная информация, потому что йоги, которые уже вот циклическое старение преодолели, они способны, сидя неподвижно, там, где-нибудь в Гималаях, сокращать количество дыхания. И так они в норме бы прожили больше ста лет, а так они могут прожить 200 лет, допустим. Понимаете? Но у нас, как сказать, не те проблемы. Нет, у нас другой уровень развития. Нам надо циклическое долголетие, циклическое старение вот это победить, когда периоды вот эти злые. Он побеждает с помощью движения. И если человек начинает двигаться долго, вот поститься или статические упражнения делать, то вот эти вот периоды старения резкие, которые потом забирают в жизнь, люди в основном в эти периоды все погибают. То есть даже в 70 лет человек, когда ушел из жизни, это не возраст, понимаете? Где-то 85-90, это вот нормально, если человек правильно живет. Но даже 70 лет, это не возраст, это означает неправильный образ жизни. Понимаете? И люди все живут до одного неправильно. Все неправильно живут. Потому что только аскезы способны продлевать жизнь. Аскезы способны продлевать жизнь.